Всем подписчикам канала большой привет из деревни с вами Дмитрий и канал Деревню. Сегодня у нас такая небольшая распаковочка. Пришла у меня очередная посылка из Китая. Тоже такая вещь довольно таки необходимая в современном сельском хозяйстве. Сейчас вскроем ее и посмотрим. У посылки была трудная судьба. Первая посылка не дошла до нас или она где-то на почте потерялась или я не знаю где. В общем мне даже пришлось открыть спор с китайским поставщиком. Но китайский поставщик сказал, что дорогой друг пожалуйста закрой спор. Мы не можем отправить тебе посылку пока ты не закроешь спор. Я закрыл спор и действительно они сказали мы не хотим терять свою репутацию из-за какой-то там вот этой вот ерунды одной там посылки потерявшейся. Пожалуйста закрой спор и мы тебе отправим снова эту посылку. Я сказал окей ребята давайте. И вот сегодня эта посылочка у меня. Как и обещали. То есть продавец адекватный. Сейчас я упаковочку унесу. Адекватный продавец. Дошла довольно таки быстро. Потому что склад судя по всему где-то в России. и так что же там у нас внутри. Я-то знаю что там внутри. Так аккуратненько. Аккуратненько. Кто-то улыбнется и скажет так у меня такой же. Итак. Та-дам. Вот такой вот приборчик. Кто не догадался это вакуумный упаковщик. Бытовой. Одна штука. Недорогой. Бюджетненький. Мы взяли его для всяких домашних надобностей. В том числе для того чтобы упаковывать посылочки в вакуум. И была возможность куда-то их отправлять на дальние расстояния. Ну вот те же копчености какие-то. И прочие продукты. Так. Где у этого парня кнопка. Вот он так открывается. Вот такой вот компактный приборчик. С кнопочкой. Всего ничего вообще. Там нарисовано что он вроде как на холодильник даже может примагничиваться. Крепится на стенку холодильника. Но мы это проверим. Вот он. Открывается. Закрывается. Так. Защёлку прищёлкнем. Всё. Встало. И в подарок к ним ушло 15 пакетиков для пробы. Потом мы докупим необходимый нам размер. Ну вот на первое время 15 пакетиков. Что приятно. Здесь имеется инструкция на русском языке. Инструкция по эксплуатации. Простой и модернизированный вакуумно-упаковочная машина. Всё тут со схемками. Всё на чистом русском языке. То есть почти белая поставка. Вот. Ну как он покажет себя в деле. Мы взяли небольшой, недорогой. Что-то он в районе 1725 рублей. По-моему цена у него была. Чисто вот попробовать. Что это вообще за машина. Как она в работе. Что и как сам принцип. Чисто нам понять, попробовать. Если понравится или не будет мощностей этой машины не хватать. То уже приобретём какую-то более серьёзную. Ну пока я думаю на первое время нам должно хватить. Сейчас наверное пойдём дома тест-драйв сделаем. Запакуем что-нибудь. Осталось быть. Так. Кто ещё отдохладил? Положи. 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 Я как бы без выключения. Оно не резко будет. По-моему у меня вот такое. Такое стоило. Сейчас ещё раз. Вот. Вот. Я. скрыл и распаковал. Подключил его. Он горит таким приятным зелёным светодиодом. И здесь значит пакетики которые идут к нему. 15 пакетиков написано было. Так. Здесь они скотчем у нас прихвачены. Сейчас мы это дело отклеим. Прихвачен то хорошо. Всерьёз. Вот. Всё. Скотч удалили. Пакетики под стать даже. В принципе здесь может даже и шире пакетик быть. Ну кстати тут ещё зависит от его ориентации. Сейчас я скажу их размеры. Пакетики я измерил. Получается 20 на 25 сантиметров. Вот такой вот пакетик. Рифлёный. Сейчас мы попробуем туда что-нибудь запаковать. Запакуем мы туда кусочек сала. Вот такого копчёного домашнего сала. Который я не так давно коптил. Сейчас попробуем его запаковать в этот пакетик. Я его вложил. Процедуру проделываю первый раз в жизни. Строго не судите. Даже не знаю как с какой стороны подступить. Инструкцию у нас знаете читают когда уже всё сломано. всё вроде вставил между двух резинок. Сейчас будем качать. Всё накрываю. Защёлкиваю и так понимаю нужно нажать. О! Нажал. Не там нажимал. Короче. Очень хорошо. Индикатор загорелся красным. То есть видимо сейчас запаял он его. Всё. Индикатор зелёненький. Насос прекратил жужжать. Открываем. Здесь прижали. Открыли. Всё. Аккуратный вот такой шовчик здесь запаял. И сало наше упаковано в вакуум. Вместе с верёвочкой, специями и всем прочим. Ну по-моему неплохо. Сейчас я его положу на хранение в морозилку. Думаю оно будет храниться долго и счастливо в таком виде. Не заветривается. Всегда будет свежим, вкусным, красивым. Вот такой приборчик ребята приобрели мы. По-моему неплохо. Ссылочку на этот аппаратик я дам в описании под видео. Кому интересно можете приобретать. Мы взяли его я повторюсь 1725 рублей по-моему. В принципе такая неплохая цена как мне кажется. На этом попрощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok